SCP-1935. Пустая комната. Объект номер SCP-1935. Класс объекта нейтрализован. Особое условие содержания. SCP-1935 не проявлял признаков активности в течение последних 36 месяцев и был классифицирован как нейтрализованный. Исследователи, желающие изучить SCP-1935, должны получить разрешение регионального командования 24-А. Описание. SCP-1935 представляет собой двухэтажное бетонное здание, расположенное в пригороде Эль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль. На первом этаже находятся четыре идентичных зала и лестница на второй этаж. На втором этаже находятся четыре аналогичных зала. В полу каждого помещения расположена пустая ниша радиусом 4 метра. С момента обнаружения SCP-1935 в течение последовавших пяти лет любой человек внутри постройки испытывал галлюцинации, связанные с чувством временной и пространственной дезориентации. Галлюцинации происходили через непостоянные промежутки. Указанные галлюцинации всегда представляли собой вид Земли с движущейся точки в космосе. Данная точка находится на высоте около 370 км над уровнем моря, то есть на орбите. Двигается со скоростью около 27000 км в час. Галлюцинации обычно продолжались от 5 до 30 минут. Промежутки времени между галлюцинациями постоянно увеличивались в течение периода активности SCP-1935 приблизительно одного события в час непосредственно после обнаружения объекта до всего одного события за приблизительно две недели в период предшествовавший его нейтрализации после инцидента SCP-1935-атропос. В дополнение к этому SCP-1935 сопротивляется изменениям в своей локальной реальности. Интерьер SCP-1935 постоянно изменялся, стремясь вернуться к своему состоянию до постановки на содержание. Это аномальное свойство объекта проявлялось в воздействии на природные явления, такие как узоры, в которые собиралась пыль, значительно сниженная скорость роста растений внутри здания, а также очевидное исчезновение мусора, оставленного внутри SCP-1935. Большие предметы и люди, по всей видимости, были полностью не подвержены этому вторичному эффекту SCP-1935. В настоящее время неизвестно, как он связан с первичным эффектом и вообще сам факт связи. Было обнаружено поверхностное сходство между вторичным аномальным эффектом SCP-1935 и таковым эффектом SCP-1915. Однако, ввиду общей природы феномена и сложностей, неизбежно возникающих при проведении исследований вблизи SCP-1915, установить наличие более четкой взаимосвязи оказалось невозможно. Приложение 1935-А. Инцидент 1935-Атропос. После периода неактивности, продолжавшегося три недели, то персонал фонда, находившийся в здании, испытал следующую галлюцинацию. Эта галлюцинация значительно отличалась от схемы, характерной для SCP-1935, поскольку она включала элемент речи. Говорящий, идентифицированный как мужчина, говорил 7 минут и 15 секунд. Расшифровка. Прежде всего, я хотел бы дать вам понять, что вы не обязаны слушать это. То, что я собираюсь сказать, не так уж и важно. Черт, я даже не уверен, что это интересно. Вы можете просто уйти сейчас. Ни с вами, ни с кем, либо еще ничего плохого не случится. Но если вы хотите, если у вас есть немного свободного времени, я был бы благодарен. Если бы вы послушали, в конце концов. После этой истории я уже ничего рассказывать не буду. Когда я был маленький, я хотел отправиться в космос. Не как астронавт, прошу заметить. Даже мальчишкой я знал, что у меня не получится стать кем-то в этом духе. Я не знал, как и когда, или почему, попаду туда. Все, что я знал, я хочу раз в своей жизни оставить эту планету. Пусть всего на несколько секунд. Быть выше всего, что я знал свободным, лишенным тревоги, лишенным страха. Чтобы меня ничего не сдерживало. Знаете детей, над которыми издеваются в старшей школе? Эти неуклюжие, эксцентричные, непривлекательные дети, к которым пристают те, кто больше них, или красивее, или популярнее, которых постоянно все беспрощадно тейтируют, пока у них не остается другого выхода, кроме как обратиться к друг другу. Потому что больше никто не примет их в компанию. Дети, которым взрослые, всегда говорят, что они вырастут, и станут учеными, или венчурными капиталистами, или еще кем-то крутыми. Просто, чтобы и совесть была чиста, и делать ничего не надо было. Я не был одним из таких детей, меня никогда не окунали головой в унитаз, никогда не унижали из-за телепередач, которые я любил, или книг, которые я читал. Или из-за того, что я не интересовался спортом, или из-за того, что я странно выглядел, или из-за того, что у меня был странный акцент. Знаете, что я чувствовал, когда видел, как над этими маленькими ублюдками издевались без причины, часто жестоко? Почему я ни разу ничего не сказал? Потому что я завидовал им. Я видел, как они шатались грубкими, жалкими кучками несчастных и затюканных. Я видел, как крепнут связи между ними, подпитываемыми общими страданиями и их общими интересами. Я видел, как эти дети медленно превращали друг друга во взрослых мужчин и женщин через свои страдания. Видел, как они становились сильнее и ближе друг к другу, как молекулы углерода, образующие алмаз. А я... Я оставался таким, каким был всегда. Как я уже сказал, ко мне никогда не приставали задиры. Блин, да они вообще редко осознавали, что я существую. Я, кажется, дрейфовал сквозь школьные годы, как какой-то полутелесный призрак. У меня не было друзей. Но не из-за того, кем я был. Нет, это было из-за странного чувства литаргии, всегда словно отягощавшего любое мое решение. Как якорь тонущего корабля. Я хотел гулять с другими детьми и заниматься, не знаю, чем там дети занимаются. Кататься на велосипедах, играть в видеоигры или курить, или напиваться и попадаться копом. И проводить ночь в участке, пока не придут родители, не оттащат твою плачущую задницу домой. Но я не мог. Я не мог заставить себя делать хоть что-то. Поначалу я говорил себе, что дело просто в моей лени, и это, пожалуй, было правдой в некоторой степени. Но было что-то еще, что питало мою жизнь, пока она не стала жирной и распухшей. Я боялся. Чего хрен знает. Мои родители всегда пытались заставить меня попробовать что-то новое, выйти из дома и жить, просто делать что-то ради всего святого. Они старались как могли, и в конце концов я был их единственным сыном, родившимся поздно. Они желали мне не только самого лучшего. Они сказали, что их не волнует, попаду ли я в неприятности, или буду плохо учиться, или что-то еще. Они просто хотели, чтобы я был счастлив. Я любил их за это. Они были единственными в этом мире, кого или что я любил. Но я не мог сделать этого даже для них. Я продолжал дрейфовать все дальше и дальше, пока не закончил школу. Прошло 12 лет, и я вряд ли перебросился больше, чем десятком слов с каждым из одноклассников. Даже не уверен, что большая часть из них знала мое имя. Я утомляю вас. Простите, если так. Я постепенно подхожу к сути дела, честно. Мне немного тяжело сконцентрироваться в теперешнем состоянии. Вы знаете, я смотрел много фильмов про колледж. Судя по ним, в колледжи ты не вылазишь из тусовок, встречаешь девушек, отлично проводишь время. Я не был настолько глуп, чтобы принять это за чистую монету. Но я думал, что, возможно, жизнь в кампусе заставит меня общаться с людьми. И невозможно, я буду пересиливать себя достаточно долго, чтобы на самом деле с кем-то подружиться. Мои родители думали так же, поэтому они отправили меня в лучший колледж, который могли себе позволить, несмотря на то, что мама уже тогда не очень хорошо себя чувствовала. Поначалу я думал, что это работает. Я встретил несколько человек, с которыми я был не против пообщаться между занятиями и за обедом. Но учился говорить немного больше, шутить и быть общительным, я думаю. Но быстро стало ясно, что это иллюзия. Конечно, я разговаривал с людьми, я никогда по-настоящему не знал никого из них. Мы говорили о том или о другом предмете, о какой-то телепередаче или какая же сволочь этот политик. И как у него охватило наглость предложить этот закон. Вот это вот все. В тот момент, когда я пропадал из их поля зрения, я пропадал из их голов. И как ни жаль это признавать, я точно так же забывал их. Стоило мне остаться одному, как я сползал к своим старым привычкам. Снова становился таким же человеком, каким был в старшей школе. Я не ходил на вечеринки, понятно, что отлично же проводить время не получалось. Что касается девушек. Была одна девушка, она училась на год старше меня. Посещала часть занятий вместе со мной, потому что ей пришлось пропустить часть первого года. Иногда мы говорили перед занятиями, она была милая, умная, чертовски красивая, исключительно вежливая по отношению ко мне. Наши разговоры никогда не касались ничего серьезного. Все так же, как и с другими, но она мне очень нравилась. Может быть даже больше, она была единственной, о ком я продолжал думать. Конечно, я не предпринимал никаких шагов. Сама мысль о том, чтобы пригласить ее на свидание, пугала меня до невозможности. И я ждал Хатибетия, не знаю чего. Может быть я мечтал, что она сама пригласит меня. Или о какой-нибудь глупости вроде этого. Нечего говорить, что ничего такого не случилось. В конце моего второго курса она ушла. Никакой драмы, конечно же, не было, ведь для нее я был всего лишь обычным знакомым. Она ушла и все. Не уверен, плакал ли я из-за этого. Может и плакал. Что было после? Ну вы знаете, все эти песни про разбитое сердце, как это больно, что эта боль никогда не пройдет и все такое. Думаю, то, что я чувствовал, было полным противоположностью. Понятное дело, я не был счастлив. Имея в виду, что я начал становиться каким-то оцепеневшим, возможно. Мне не нравится это слово, оно подразумевает, что это глубокое, драматичное какое-то погружение в глубины отчаяния или что-то типа того. Ничего такого не было, я продолжал жить, как жил. Я справлялся с учебой, работал большую часть времени, об этом даже не думал. Я функционировал. Но иногда, обычно поздно вечером, я думал об этой пустоте в моей жизни. И тогда понимал, что должен перестать надеяться. Я понимал, что это все, что у меня когда-либо может быть. Это все, что было, есть и будет, пока я не умру. Что девушка, которая исчезла, не была такой уж большой трагедией, которая оставит шрам на всю жизнь. Потому что она была всего лишь первой из многих, которые уйдут. Даже не понимая, что были важны для меня. И что однажды для меня перестанет быть важным кто-либо. Знаете, что самое странное? Я стал надеяться, что этот день придет раньше, а не позже. Через год после того, как я выпустился, моя мать скончалась. Ее спина была очень плоха уже несколько лет. Она просто не могла функционировать. Мой отец потратил все свои силы, пытаясь помочь ей. В итоге стало понятно, что операция ее единственный шанс. Знаете, это странно. Медицина совершила такой скачок за последние несколько десятилетий, но большая часть этих достижений предназначалась для всего, что находится спереди тела. А что касается проблем спины, у нас ровно столько же шансов умереть на операционном столе, как и уйти оттуда своими ногами. А мама она не смогла. Я говорил себе, что она жила в мучениях, и, наверное, ей сейчас лучше, где бы она ни была. Но стоило только посмотреть на отца, чтобы понять, что все это чушь. Забота о маме опустошила его, и он больше не мог справляться. Он не мог справиться с тем, что все это было напрасно. Что она просто умерла. Да. Через шесть месяцев скачался и он. Врачи говорили, что это была внезапная аневризма. Но я никогда не был уверен в этом. В любом случае, не важно. Как бы то ни было, его больше нет. Осталось не так много. Эх, у меня и выбора-то особо нет. Без мамы и папы исчезла моя последняя настоящая связь с другими людьми. Я работал кассиром в местной аптеке тогда, потому что никогда не хотел искать работу по специальности. Моя жизнь начала как бы сжиматься, словно я не видел ничего вокруг моей кассы. Я едва понимал, что за руками, протягивающими мне кредитки, были люди. На самом деле их там даже и не было. Если спросите меня честно, я не знаю, как чувствовал себя тогда. Я хочу сказать, к тому моменту я привык так жить. Это было все, что я знал. И за эту работу платили. Она была такая же, как и любая другая. Так что смысла жаловаться не было. Дома я читал в форуме групповой поддержки. Не то, чтобы говорить с кем-то, я пробовал пару раз. Ни к чему хорошему это не привозило. Нет, я ходил туда, чтобы читать истории других и убеждать себя, что моя ситуация по сравнению с ними не так же плоха. Да она и не была. У некоторых из тех людей в жизни произошли по-настоящему дерьмовые события. Я имею в виду что-то серьезное, что-то болезненное, но я... Я не хотел помогать им. Совсем нет. Это херово, но они нужны мне были именно такими. Их поль держала меня на плаву, удерживала от сумасшествия. Однажды, закончив работать, я не пошел домой. Просто не мог выносить саму мысль о том, чтобы прийти в свой пустой дом, сидеть в одиночестве перед экраном и делать вид, что мне есть дело. Да проблем людей, которых я никогда не видел и никогда не увижу. Забирать их достоинство, тайно наслаждаясь их страданиями. Поэтому я просто пошел. И шел, пока улицы не остались позади. Я оказался за городом. Впервые за долгие годы я покинул город. В этом месте, как раз перед горами, было достаточно темно, чтобы увидеть звезды. Закручивающиеся звездные узоры без числа, без смысла. Так много, и я не знаю, что я чувствовал, это было прекрасно. Это было ужасно, я... Я несу чушь. Это угасание, понимаете, осталось немного. Я попытаюсь собраться, сосредоточиться еще немного. Хе, собраться. Я смотрел на эти звезды, но не только. Я начал смотреть на пустые места между ними. А ноги понесли меня, словно эта горная дорога вела меня вверх, к сердцу пустоты. Я хотел туда, отчаянно хотел туда. Дорога не привела меня к звездам, только к зданию, этому зданию. Оно было таким же, как и сейчас. Два этажа, по четыре комнаты и бассейны в них. Ах да, я забыл. Кое-что было иначе. Бассейны. Эти сухие ниши, они были заполнены. Заполнены ничем. Ничто стало явным. Ничто с зубами. Видите ли, существуют люди, способные создавать ничто из ничего. Пока ноги несли меня к этому бассейну, оно говорило со мной об этих людях. Они могут смотреть в пустые пространства между предметами и придавать им форму, наполнять их своей волей. И вот из ничего появляется нечто. Но эти пустые места, которые они наполняют, они же должны куда-то деваться, верно? Да, бассейн. Я отчетливо слышал его. Я касался его. Так вот, он рассказал мне, что большинство из таких людей просто отбрасывают эти пустые места, эту энтропию. Их не заботят, что происходит, когда пустое пространство, пространство, которое должно было быть спрятано, оказывается открыто. Их не заботят, что происходит, когда пустые места перестают быть пустыми. А ведь их наполняют вещи из других мест, и люди, и люди умирают. Большинство из тех, кто может создавать, не думал об этом, но не он. Я чувствовал его там, в пустых местах, которые он оставил. Он не отбросил их, нет. Он создал место, где они были безопасны, где они не могли повредить людям. И он даже не знал этого. Он вообще не знал, что обладает силой создавать. Он был вроде меня, только ему было еще хуже. Я был в ловушке, потому что не имел силы. А он, потому что у него ее было слишком много. Он застрял, потому что решил, что застрял. Он был несчастлив, потому что такова была реальность, которую он создал для себя из пустых мест, из своей собственной энтропии. Он даже не знал, что вся его сила была. Я касался ее, я держал ее. Но в отличие от него, я знал, что это была сила. Что это все было реально. Впервые в жизни у меня была сила. Но не для созидания, конечно, потому что это была сила пустых пространств. Нет, это была сила обращать творение вспять. Стирать все. Я затрепетал, когда пустые места, которые незнающий создатель оставил после себя, закружились вокруг меня. Я стал ими. Они стали мной. Я мог стереть это все. Все эти годы в одиночестве, то, как люди забывали меня, едва успев повернуться. Эта улыбка на ее лице, как будто она и не знала, как она для меня важна. Я могу уничтожить все это раз и нет. Это заставит их вспомнить. Я буду важен для них. Буду важен. Потому что другого ничего не остается. Потому что ничего, что они любили, я не оставлю. Они будут думать. Обо. Я остановил себя. Как низко я пал. После всех этих лет во мне осталась только зависть, ярость, желание, ведущее лишь к уродству. Я не мог использовать энтропию, так любезно оставленную для меня. Кто-то лучше мог бы использовать эту силу во благо. Потому что с этой энтропией все было в порядке. Не сила была порочна, а я. Но теперь она и я были связаны. Навеки. Я знал, что если выпущу ее, то она сдвинет все. Из этих пустых мест, между местами, выйдет нечто. Никто не сможет остановить это. Ни я, ни незнающий создатель, ни те, кто пользовался ими. Никто не сможет остановить это. Я не мог сдерживать силу, и я не мог выпустить ее. Но был и третий путь. Путь от самой мысли, о котором я должен был с рыданием отказаться. Но я этого не сделал. Думаю, я знал, что так будет. Возможно, я надеялся, что так будет. Я мог уничтожить себя. Я мог доверить себе, использовать силу лишь раз, чтобы отправить себя туда, где она не сможет причинить никому вреда. Где она просто растворится в большей энтропии, мироздании. Я мог бы запустить себя вверх, словно метеор, наоборот. Не горящий, но замерзающий. А мое сознание исчезло бы вместе с силой навсегда. Не будет пути назад, не будет смерти. Я просто исчезну навеки. Это обрадовало меня. Это заняло больше времени, чем я думал. Я не ожидал, что какая-то часть меня сохранится так долго. Но я рад, что что-то осталось. Я ведь наконец-то выбрался. Я видел, как целый мир поворачивается передо мной сотни раз. Тысячу и еще больше раз. Зеленый, синий, красный, вот это все. Но теперь силы больше нет. Пустота вернулась туда, откуда пришла. Пора и мне. Спасибо за то, что вы слушали меня. Мне стало легче от того, что кто-то слушал меня. Возможно, для вас это значило не так много. Но для меня это все еще очень важно. Думаю, мне осталось задать один вопрос. Частлив ли я? Не думаю. Я хотел бы найти способ жить среди людей. Жить как нечто большее, нежели пустой сосуд. Для удовлетворенности, думаю, этого бы хватило. Но время уже прошло. Ты счастлив ли я? Нет. Но мне хотя бы больше нечего бояться. А для кого-то вроде меня это уже довольно. Довольно. Конец расшифровки. Исследователям не удалось установить, обращается ли говорящий посредством SCP-1935 кому-то конкретному, или же его речь была адресована ко всем, кто мог бы его слышать. После инцидента первичный аномальный эффект SCP-1935 перестал действовать. Объект был расклассифицирован как нейтрализованный. Продолжение следует...